Уважаемый президент, уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию краткий отчет о работе ракового регистра города Тольятти. Город Тольятти находится на территории Самарской области. Мы являемся самым крупным городом Российской Федерации, который не является центром, субъектом Федерации. Население наше составляет 718 тысяч человек. Мужчин чуть больше, чем женщин. Средний возраст у нас 38,7. И хочется отметить, что население города, к сожалению, стареет. Источники регистрации у нас являются как бумажные носители, такие как вам известное извещение, раковый регистр, выписка и протокол, но также и база данных госпитализированных пациентов города Тольятти, благодаря которой мы имеем возможность выявлять свой недоучет. Ежеквартальные происходят сверка, и мы их видим. Что касается регистрации случая смерти, то у нас есть доступ к базе данных МИАЦ. Ежемесячно мы ее получаем. Она недоперсонализирована. Мы видим и фамилию, имя, отчество, и диагноз. Притом диагнозы все, не только онкология. Но абсолютно все, мы видим всю справку о смерти. Все пункты, включая врача и всякие данные. Работаем мы в популяционном раковом регистре, который был разработан сотрудниками Самарского областного онкодиспансера. Заболеваемость на 100 тысяч населения, грубый показатель у нас 493, лидирует кожа. На втором месте молочная железа, трахеи, бронхи и легкие на третьем. Что касается смертности, грубый показатель на 100 тысяч населения, она составляет 196, лидирует легкие, на втором месте желудок, на третьем – молочная железа. Да, такая кожа. Все? Вопросы? У меня комментарии есть. Я полагаю, что завтра. Очень важно, чтобы мы с вами поупражнялись по стандартизированным показателям. Потому что, когда вы показываете грубые показатели, то сложно очень сравнивать с другими. Например, у вас здесь 58 было на 100 тысяч, а в других, например, стандартизированный был приблизительно 20 на 100 тысяч. Соответственно, нам нужна инцидентность, наверное, сравнить, например, РМЖ. Для того, чтобы показать стандартизированный показатель, например, только по РМЖ. Тогда мы можем его сравнить по разным регионам. Спасибо за комментарий. Показатель. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Микрофону подойдите. Маленький вопрос по поводу уровня показателя заболеваемости опухолями кожи 94. Чем вы объясняете такой высокий уровень? Это профилактическое направление у вас вот настолько представлено. Потому что в Краснодарском крае мы смотрели, когда себя сравнивали, кстати, по поводу учета, качества учета, мы смотрели в Краснодарском крае на уровне 60. Может быть, у меня поправится, но показатель такой, например, у вас 94. Я могу это объяснить, ответить на ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Во-первых, высокий уровень доступности. А во-вторых, как рассказала Алла Геннадьевна, у нас разработана целая система активного выявления. С недавнего времени эта система финансируется. То есть, врач имеет возможность получить финансовое обеспечение за ранние выявления онкологических заболеваний. Поэтому такие наружные локализации, как рак кожи, рак молочной железы у нас выявляются очень хорошо. Еще вопросы? Рассказать, может, про методы активного выявления, если хотите? У меня еще к вам вопрос. Может быть, я не очень знакома с географией России, но поскольку ваша зона регистрации находится в Самарском районе, каким-то образом есть перекрест с регистром Самары или это разные популяции? Объясните, пожалуйста, я не понимаю. Самарского ракового регистра. Мы свои данные ежемесячно отправляем в Самарский раковый регистр.